Великим, 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 у нас продолжение игры команды Samsung Galaxy против BBQ, BBQ Оливерс, Петушок, команда называется. Я не знаю, чатик вставлять или нет, может быть, его лучше оставить, а может и нет. Просто в чатике негативные сообщения пишут, и я становлюсь негативным. Комментаторы звучат так, будто это Лига, не Лига Легенда, UFC. А что такое UFC? А что такое UFC? Я не знаю. Ух ты, Иварусь забанит. Ой, все, я устал. Устал, надо уходить. Что я хотел сказать? Я хотел сказать вот что. После того, как мы эту игру досмотрим, а скорее всего здесь Samsung выиграют 2-0, и не оставят ни единого шанса команде BBQ, BBQ, Барбекю, Петушиному Барбекю. Ух ты, какая там тянька у них. Строгая госпожа, смотрите, она там следит. Видели, видели? Кто увидел строгую госпожу? Ставьте плюсик в чатик. Кто не увидел, ничего не ставьте. Ставьте на паузу. Как делишки удачного стримчанского? Привет, отарасщикиз. Отарасщикиз? Отарасщикиз. Хороший ник. Любопытный. Так вот, мне надо провести будет инвентаризацию дома. У меня холодильник заполнен. Мне надо понять, что... После этой игры я имею в виду, что надо съесть быстро, что надо съесть не очень быстро, что надо съесть совсем не быстро. Поэтому после этого стрим прекратится. Не будет у нас типичных наших соло-ку до европейцев. А Европа у нас будет сегодня в... Ой. Европа в 18.00. Роката против Unicorns of Love. H2K против команды G2. Ну и общее расписание, оно примерно такое. Вот они 18 играют, эти встречи мы видим. И получается, посмотрев Европу, потом можно будет соло-ку немножко погонять. Что же касается завтрашнего дня, ну кто сегодня не хочет приходить больше на стрим, то завтра у нас в 18.00 будет играть... Мисфиты против Мистерис Манки в 21.00, а не в 19.00. Ниппи против Сплайсов. И после этого будет небольшой перерыв до часу ночи, где команда Cloud9 будет встречаться с Майк Йонгом и командой P1. Ну это стандартное расписание, я думаю, вы уже к нему привыкли. Riot его не меняет на весь год, и весь год все то же самое повторяется. В пятницу, с пятницы на субботу начинают американцы играть, потом с субботы на воскресенье американцы, в воскресенье на понедельник американцы, европейцы. В четверг, пятница, субботы играют. А корейцы играют со вторника по четверг, и потом субботу и воскресенье. В пятницу они не играют, чтобы люди могли спокойно посмотреть американцев с европейцами. Начинаю есть прямо на стриме, где есть банан онлайн без регистрации СМС. Банан, кстати, есть у меня дома, но бананы это не первопортящиеся продукты. Там вроде грибы были, надо будет их делать, в общем. Короче, есть чем мне заняться, ребят, до 18 часов, так что я стримить до 18 часов ничего не буду, вот после этой игры. Пойдем на периф. Периф! Досмотрю фильм, который я вчера начал смотреть, мне понравилось сначала. Ну, типичная экшн-комедия, типичная экшн-комедия, как она называлась. Так, не буду я рекламировать другие сайты, я просто посмотрю, как она называлась. Уйти красиво она называлась. А сайты я вам не рекламирую. Вот на этом сайте я смотрю. А там, кстати, нет названия сайта. Сайт называется Уйти красиво 2017, фильм смотреть онлайн бесплатно в HD 720p на кино. О, дальше уже реклама идет. Я его ни в коем случае, ребят, не рекламирую, но... То, где я раньше смотрел онлайн, там что-то больше нельзя смотреть онлайн, видимо. Роскомнадзор бдит, и сайты создаются очень быстро, новые. И перекачивают они своих, так сказать, зрителей на новые свои сайты. Знаете, там с букмекерами та же самая херня. И там цифры добавляют к казино сайту разное. Где вроде говорили, что будет создан просто один какой-то российский сайт, посвященный казино. Читаю, я слышал, это было в 2004 году, 2005. Нет, это раньше, по-моему, еще даже было, еще раньше. Так ничего и не создали. А время идет. Би-Би-Кью у нас напикивает все, чтобы у них был сильный каркач, и нужно мидгейм. Мид-лейнеры, Синдра годится, Варус не очень нравится Синдра, самый лучший вариант будет. Но, видимо, боятся, что Синдру за контр-пикают, и Темп предлагает еще своего Аур-Олен Соло. Нет, в итоге он выбирает Карму. Ну, похоже, сетап на очень то, что сегодня делала команда СКТ. Ну, может быть, и Сталия все же появится. Тут они всех чемпионов показали, но так и не набрали. А Би-Би-Кью это вообще команда или как Виртус Про? Это неплохой вопрос с таким нацем, ребят. С подтеком. Без слез не посмотреть на их команду, поэтому текут. Большое спасибо за донат. Ка-Ампаут поддержал на стоп, когда насосал на админку на Твиче. Когда насосал на админку на Твиче, всего лишь соточку начал донатить? Понятно, понятно. Ну, радуйся, радуйся админкой. На два дня она у тебя тогда. Ка-Амка, большое спасибо. Так вот, по поводу вопроса с подтеком. Вопрос с подтеком он такой. Действительно, команда Виртус Про на данный момент, я так понял, совсем в аутсайдерах Старладера находится. А ведь до этого в предыдущем сплите они заняли первое место и были среди лучших. Поэтому, согласен с вами, да. BBQ, они как Виртус Про на данный момент. Но я надеюсь, что Виртус Про вернутся, как Фениксы, возродятся. Ну, им надо для этого Гарри Поттера посмотреть. Пока они лишь смотрят на не свою игру, не на фильмы, а на игру оппонентов, и говорят, что мы стратегии не палим. И вообще все играют очень сильно, одни мы играем очень слабо. Но это ни в коем разе не связано с нами. Ну, с чемпионом нами это никак не связано, я полностью с ними согласен. Просто это логика, когда вы видите, что оппонент играет лучше вас, и вы говорите, они просто играют лучше нас, а мы играем хуже них. Какие к нам претензии? Закрыли тему. 259 человек закрывает сейчас тему. Смотрим мы на вожделеющего, это был, по-моему, Краун, да? Так, на нас посмотрел. Они сейчас третье, четвертое место. Недолго. Они еще не играли с командой Just. Just их порвут. Ну, это я вам не говорю, 100% идти туда, ставить деньги. Просто надеюсь на это. Ой, девочки. Какой-то парни. Просто длинные волосы. Virtus.pro... Ой, M19 лучше тогда сравнивать с BBQ. Ну, возможно, да. Те вообще, по-моему, идут там 0-8, но на самом деле BBQ-то аутсайдеров победили, так что они как раз... Просто в корейском ладере на данный момент у нас получается... СКТ отлетели из этого топ-3, и у нас получается явных лидеров топ-3 команды. Дальше идет около четырех команд средничков и оставшиеся три команды явные аутсайдеры. Когда тебя в Солоку унижают, это просто они лучше играют? Да. Да, Angry. Да. Просто они играют лучше, а ты играешь хуже. Ты же никак не можешь начать играть лучше, а они уже начали играть лучше. Понимаешь, тут как бы вот... Грань такая, которую нельзя никак преодолеть с таким менталитетом, это мое мнение. Как бы оппонент играет лучше, ты играешь хуже, чем оппоненты. Соответственно, ты проигрываешь, потому что они сыграли лучше. Но ты же ничего сделать с этим не можешь, ты изначально играешь хуже, а они изначально играют лучше. Вообще ничего не сделать, никак. Ну да. У Сейн Болт никогда не проиграет, будет всегда на первом месте. У нас тут, кстати, крэзика сейчас убьют. Нет, он отфлэшился. Что-то он шел там воровать, в итоге ничего не своровал, побегал, посмотрел, покрутился. Ну, он своровал для себя двух крипов, правда, за это потерял флэш. И вопрос теперь о том, сможет ли Кьюф воспользоваться тем, что у крэзика не будет телепорта долгое время. Ну, а команда Samsung, давайте про их пик поговорим. Кассиопея на миде. Аша у нас, Адекерри. Шикарный мидгейм, подкидывание сетапа через Джарвана и Рик Сайку. И хороший, очень хороший саппорт Тамкенч, который может спасать от Сиджуаневской ульты многих игроков. Учитывая, что Тамкенч... Учитывая, точнее, что Сиджуанни теперь не может давать ульту по всем игрокам, а дает только по одному. По остальным просто урон наносит, а рутит именно только одного Тамкенч, и очень хорошо против нее будет работать. Ну, а что касается команды BBQ, они, уже я говорил, сделали сетап с выходом в лейтгейм Твича, с хорошим кайтом и хорошими танками в мидгейме. Ну, наверное, мне их сетап даже побольше, поболее нравится. Здесь как бы противостояние двух ядовитых чемпионов. В лейте нас ожидает... Потому что примерно по уровню полезности в поздней стадии игры у Аши такая же полезность, как у Талии, ну и, соответственно, у Твича такая же полезность, как у Кассиопеи, а у них с запасом. Как тебе пик команды BBQ? Очень хороший, добротный. Я бы поставил за ними 55 на 45. 55 на 45, потому что мне кажется, что в лейтгейме отыграть за Адекерри гораздо проще, чем отыграть за мидлейнера, ну или топлейнера. То есть сама линия Адекерри, которая изначально пикается под саппорта, ну или саппорт пикается под вашего Адекерри, это гораздо легче отыгрывать в поздней стадии игры, нежели топлейнера, который должен через предпуш как-то этот 4-1 выстраивать. Тут надо тебе, чтобы 4 игрока нормально тоже были скоординированы, и тогда твоя единичка будет работать на ура. Ну а АПшнику ему нужно, чтобы тимфайт организовали чаще всего нормально. Вот то интервью Дженсона, оно вроде бы маленькое было. Я вчера его посмотрел на канале у одного блогера ютубовского. Он парень такой в очках и с усами. Ну он и с бородкой и с усами. Не помню, как его зовут. Он раньше по Старкрафту интервьюировал. Сейчас он в основном Лига Легенд и КС Го, если я правильно понимаю. Только вот этих чуваков интервьюирует. А, ну может быть, Хардстоунщиков тоже. И вот там интервью вроде бы маленькое, всего 6 минут идет. Но вопросы были заданы такие ключевые. И среди этих вопросов как раз вот Дженсона спросили, вот вы вроде как играете на КДА, вы вроде как не умираете. В чем суть, мол? Ну и Дженсона сказал, что вообще-то у мидлейнеров в нынешней мите суть такая. Занять идеальную позицию, нанести как можно больше урона, получив как можно меньше в ответ урона. И с этим он справляется, потому что Дженсона статистику после игры смотришь, его не убивают. Он меньше всех урона получает из оппонентов. И одновременно с этим наносит больше всех урона из своей команды, из кладной. А что касается... Есть, конечно же, специфичные чемпионы, типа Лебланки. Понятное дело, ребят, ну, Лебланку я назвал одну, больше там перечислять пока не буду. У них, да, у них немножко другая схема. Они не должны наносить много урона, они должны как можно больше урона на себя принять оппонентов, обмануть, так сказать, всех, и при этом желательно убивать. То есть просто наносить урон Лебланк это неправильно. Должны убивать. Даже ценой иногда своей жизни. Убивать конкретно какого-то игрока. Вот, допустим, если бы здесь у нас в Самсунге была Лебланк на миде, ее конкретно задача победить темпы на линии. Вторая задача не дать Госту фармиться. Гост у нас на Твиче, вы видите, бегает. Не дать ему фармиться. Тауэр-дайвы организовывать, искать его потом в мидгейме на карте. В лейтгейме искать его и пытаться убить вместе там с Джарваном. Это мы сейчас придумываем с вами, если бы Лебланк была от крауна. Здесь у нас Кассиопея. Это чистой воды, то, что Дженсен сказал. Меньше всех получить урона, больше всех нанести урон. А вот Вича разве не токсин? Ну, не знаю. Может, оно называется по-другому. Эффект все равно яда же накидывается. То есть, это то же самое. То есть, просто наносится урон дополнительный со временем. Это как у Тимаря, как у Кассиопеи, так и здесь, у Твитча. Твит-твит-твит-твитча. Зеро-зеро, ребят, пока Самсунги не обостряет никак игру. На бэк собирается уходить ББК, и, видимо, хотят они сделать ротацию на топ. А они выиграли уже время по бэку. Нет, Твитч остается на этой линии, тогда они останутся здесь и дальше. Дело в том, что они проигрывают по левелу, вы видите. Они проигрывают по опыту из-за этого. И самое главное, они проигрывают шестой all-in левел. Тут тебе и ульта Аши, тут тебе и никак не умирающий Аша, потому что есть там Кенчью, прикрывающий. И я ожидал, что будет ротация от команды Би-Би-Кью на топ. Попытки убить Джарвана, но, видимо, они останутся на буте. Какой саппорт передамажит один на один на шести слотах? Кого? Кого передамажит? Или ты имеешь в виду просто сражение саппортов? Ну, это разные схемы. То есть, понимаешь, если ты именно хочешь про саппортов поговорить один на один, то это чаще всего будет переходить игра в мидлейнеров. И какой-нибудь Мальзахар, какая-нибудь Анечка будет на первом месте. Саппорты-то бывают разные, сами понимаете. Есть саппорты на дэмэдж рассчитанные, есть саппорты на кайт рассчитанные, есть саппорты на саппорт рассчитанные, типа Жаны. Чтобы вы поняли, что я предразумеваю. А есть саппорты на танковость рассчитанные, а есть саппорты на блокировку рассчитанные. Вот, например, можно к кайту это отнести Браума, но давайте честно скажем, Браум-то особо никуда не бегает, он стоит как стена просто и прикрывает. Вот там Кенч тоже, в общем-то, стоит как стена. К к кайту это, ну, малое отношение имеет. Так что, да, он саппорт Алио мы с вами видели, тоже такие варианты были. Кедлана саппорта мы видели. У каждого из них своя задача, конкретно я. Но если ты хочешь просто убить какого-то саппорта на линии оппонентского, то Зайра хороший вариант, Велкос будет хороший вариант, Вейгар будет хороший вариант. На шестом у них тоже хороший пауэр спайки, то есть это не такая ситуация, где они поукают, 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 как карма на линии. Она начинает с шестого левела, она такая про себя думает, ммм, прикольно, а что дальше делать? Как бы у меня только кушка и осталось. Что была кушка, что не было кушки. Теперь я урон больше не наношу, по ним надо идти дальше в обилити-пауэр. МФ саппорта против Зайры пикается. И МФ побеждала за счет пассивки, за счет своей рейнджовости Зайру. Зайру. Лисин Саппорт, да. Кстати, Лисина Саппорта, даже я помню, какая-то команда играла на про-сцене. Правда, это было на одну игру, я не уверен, что это вообще было из-за супер-про команд. Может быть, это Турция какая-нибудь была или что-то такое. Даже тогда несколько дней подряд еще Лисин Саппорты начали в соло-ку появляться. Это я даже помню, в честь чего было. Это был зеленый Голдер, ребят. Когда он появился в игре, тут Самсунги забирают у нас Дракона. Команда ББК организовывает Олэнчик на топ-лейне. Блэс цепляет Кюве. Темп туда прилетает, не попадает он своей Ешкой, но попадет с Таном, зато Крейзи. И команда ББК зарабатывает себе ФБ, но при этом отдают Дракона. Дракон, конечно, такой себе. Команда Самсунг был большого плюс. Он с него не получит. Так вот, когда только появился зеленый Голдер, кто не помнит, у него не было дополнительно этой пассивки, которая дебафом является его. То есть раньше два игрока собирают два зеленых Голдера с пака крипов, шесть крипов подходят, могли заласхитить четырех. При этом следующий пак, когда подойдет, вы ласхитите из него двух. И следующий пак, когда подойдет, вы снова можете ласхитить четырех. А если вы его загрейдите, вы вообще вдвоем могли ласхитить сколько угодно. У нас здесь хороший Олэнчик от Блэса, но у него маны нет. Вышку потеряли, еще и ФБ вышку отдают. Команда ББК за тем Драконом не успевает у нас сместиться. На Мид Лейн Тайле адекватно, и Самсунги даже больше заработали в итоге. Так вот, по поводу Лисина, и не только Лисина тогда, и Джарван, и Лисин, и Ясо, и вот всякие такие вот милишные АДшники начали саппортами становиться, потому что они фармились вместе с вашим Адекери. А некоторые даже играли двух просто брузеров, типа Джарван, Ясо, Лисин, Пантеон, потому что они с этих зеленых голдеров оба фармились. То есть они друг друга давали фарм, и получалось, что два игрока, два брузера топлейнерских одновременно зарабатывали фарм. Риуты тогда это изменили, и теперь стаки появляются очень редко. То есть из трех вейвов вы можете заработать три крипа только. Три вейва, три крипа. Это до первого бэка. После первого бэка у вас с трех вейвов четыре крипа получается. То есть не особо увеличивается число. Ну и из-за этого перестали это играть. Хотя была такая команда FlyQuest, но она все еще и существует. Они вот сыграли через Мордекайзера на боте. Мордекайзер Блицкранк, Мордекайзер Трэш, Мордекайзер Браун, по-моему, был. Они три раза сыграли Мордекайзера в похожей схеме с двумя зелеными голдерами. И тоже зарабатывали для двоих золото, но суть там была все же в Мордекайзере. То есть неожиданный пик, очень сильный чемпион, работа по драконам, а не то, что два чемпиона фармятся. То есть зеленый голдер здесь был ни при чем, Риуты это признают. И поэтому его не нерфят больше. Ксим Пантеон еще. Да, да, Ксим Пантеон. Это двойные эти станы, просто удачи. Ксим просто на Ешке в тебя впрыгивает, дает первую автоатаку. В этот момент на W впрыгивает. У тебя Пантеон встанет. Из этого стана выходя, ты попадаешь в подкидывание ксена, и что-то ты уже мертвый. И это было, ну, где-то три недели, четыре недели, может быть, даже до полутора месяцев это продолжалось на Ботлейне. Когда два голдера зеленых собирают все. Ну, не сразу же, понятно, все это начали использовать. То есть какие-то люди, которые почтно сочетали, играли на ПБЕ. Они это заобузили, подняли себе немного рейтинга, подняли себе статистику. Там всякие ксенов, пантеонов, джарванов. Другие игроки до этого доходили, ну, по стольку поскольку. Но радуйтесь, это ни разу не было сыграно. Ну, или плачьте. Ни разу не было сыграно на про-сцене. Рио-то довольно быстро зеленый голдер по нерфиле, и вот с тех пор мы такое его и видим. Ну, там небольшие еще изменения были, но они не влияли уже так сильно на игру. У нас здесь Хару гоняется за игроками. Кстати говоря, в Самсунге Хару выпустили на вторую игру. Обратите внимание, я на это только сейчас сам посмотрел. Хару это второй джанглер команды Самсунг. Первый джанглер у них Амбишн. Хару больше специалист был по Ассасин чемпионам. И даже мы можем с вами видеть, он тоже играет Рик Сайку, как и Амбишн в предыдущей игре, только играет по-другому. Та Рик Сайка была у нас через Синдер Халк, зеленый смайт, ну как и здесь. Но следующий предмет был собран, по-моему были мерки. Этот адаптивный шлем и следующий еще ХП предмет был собран. Скорее всего это должен был быть Найт Вов, но они до него не добрались. Там был армор и Джиант Белт, ну видимо не добрался, но наверное это был бы Найт Вов. А может быть был бы Дэд Мэнс Плейт, но не факт. Что касается Хару, Хару у нас сразу же вот делает Тиамат, рулера здесь подкидывают, он отфлешивается под Экзостом, пытается убежать от Госта, Госта его убивает, но Та Тора выживет ли? Да, выживает Та Тора. Хороший килл сделали один на... ну не один на один, а в одиночестве здесь остался рулер. И Та Тора вместе с Гостом смогли с него сделать ол-ин за счет невидимости Твича, он выскочил по рулеру и начал дамажить его. За счет Котласа замедлил, но у него часть Боттерка сделала, но уже теперь Боттерк. И после этого прыгнул на него Та Тора, дал подкидывание, дал Экзост и убежать рулер не смог. У нас здесь опять на Кюве, выход перекидывания и он чувствует, что успеет его перекинуть и на флэше убегает. Команда Самсунг отдают киллы в этом матче пока что, но при этом посмотрите как далеко ушли они по золоту вперед и как далеко ушли по фарму вперед все игроки, кроме Джарвана. Да, Джарвана замучили, линия Джарван против Рениктона это скиллбейс чистой воды с небольшим преимуществом Реника в начале игры и с небольшим преимуществом Джарвана в конце игры. Ну то есть там преимущество не такое значительное. Чисто воды скиллбейс, это как сравнивать там Лебланк против Синдеры или Ари против Ариана, это все тоже скиллбейс матчапы. Где-то есть у кого-то какие-то пауэрспайки, там вот у Арианы проблема на шестом-седьмом левеле, потом она добирается вроде до предметов, потом у нее свои предметы уже появляются, которые дадут урон, чтобы убить Ари, главное попадать спеллами. Тут уже Ариана начинает доминацию, но да, Ариана имеет, ну вот в таком духе. Да, Вышек не могут забрать у нас команда Би-Би-Кью, и кстати у Би-Би-Кью сейчас проблема за спину Крауна пересаживает у нас Том Кенч такси, Том Кенч цепляется за Гаста, прописывают по нему, ну да, ну это разнос. Прилетает сюда Реник, и мне кажется, это была грубейшая ошибка среди Никтона попытаться помочь своей команде. Вы же знали, что Си-Джуани нет рядом, Вы же знали, что Талия нет рядом, и просто принесли 3 килла и принесли еще одного дракона для команды Самсунг. Ну, вот где их ругать, понимаете? Вот где их ругать, кто-то скажет. Ну вот, очевидно же, надо ругать то, что Блэс не успел подойти, то, что Реник нажал телепорт, то, что Темп не уследил за своим милейнером. Да, согласен. Это то, что можно исправить. Это то, что можно исправить. Правильно, ребят? Вместе с тренером посидеть, этот момент осмотреть. Мы не уследили за тем, что есть Том Кенч в игре, который сейчас за спину нам ультанет. Притащит туда либо Ашу, либо Кассиопе, и у нас начнутся проблемы. Мы не уследили за Джарваном, Реник полетел, Джарван тоже прилетел. То есть, такие моменты. Я к чему это веду? К команде СКТ я все веду, ребят. К команде СКТ это веду. Когда мы смотрели матчи команды СКТ, они таких ошибок не совершают, но они не выигрывают. И вот она проблема. То есть, такое впечатление, что те игроки, которые должны выполнять вот этот темный урон, как бы его назвать еще по-другому, Ну, то есть, то, что мы с вами не видим, они его не делают. То есть, здесь вот мы с вами конкретно видим. Оп, все, вот, Би-Би-Кью ошиблись, конец игры. Все, это мы увидели. СКТ за всю игру толком не ошиблись, но все равно проиграли матч. Кто-то скажет, потому что Лангжу очень сильный. Да, но Самсунги-то тоже очень сильные. Почему Самсунги побеждают Би-Би-Кью за счет грубейшей ошибки команды Би-Би-Кью, А Лангжу победили просто так, команду СКТ. Ответ, как мне кажется, идет вот в том, что фейкер не наносит достаточно урона, мало расставляет вардов вульф, плохо контроль карты устраивает джанглер, мало объектов забирается. То есть, все вот это вот вместе суммарно. Суммарно все вот эти вот показатели, знаете, как эти в РПГшку мы сейчас в Дивинити играем. Взять эту всю статистику чемпиона вашего, все там 6 статс-показателей и еще там куча дополнительных показателей. И мы все это посмотрим и увидим с вами, что статистика-то вроде бы одинаковая между этими игроками всеми, но все дополнительные показатели в минусах, жестко в минусах там. Фаер резиста нет, ребят. От яда не лечатся. Вот и вся проблема. И Малейт импрувет! Вот что я могу сказать вам. И Малейт импрувет. Что будем смотреть через 15-20 минут до Европы? Будем смотреть через 15. А, нет, я рассказывал, будет перерыв, ничего не будем делать, все, я понял. Дайте уже фейкеров-чампов, чтобы он тащил. Кто не в курсе, видимо ты не в курсе, как там Никки, не вижу, там уже ускакало это сообщение вверх. Так вот, кто не в курсе, фейкеру дали в последних девяти играх семь разных чемпионов. Семь разных чемпионов, ребят. В девяти играх. Может быть так лучше наоборот дать ему одного чемпиона, чтобы он только на нем играл. Потому что он играл у нас... Он играл Лебланк, он играл Синдру, он играл Талию, он играл Галлио, он играл Карму. Это шесть я назвал, еще какого-то я забыл. Кассиопея была? Нет, Кассиопея вроде бы не было. Ариана вроде была, вот вроде Ариана еще была. Еще была Ариана, ребят. Семь разных чемпионов в девяти последних матчах. Ну, не матчах, а играх, именно играх. Картах, картах, чтобы вы понимали. 9-0 команда проиграла, Фейкер играл почти в каждой игре на новом чемпионе. А там просто в чатике написал парень, просто дайте Фейкеру чемпионов, чтобы он керилл. Дает ему кома чемпионов, чтобы он керилл. Он все ему дает. Пожалуйста, Пик-Ки и этого побеждай. Не смог на Синдре победить. Пик-Кили Бланку побеждай, не смог победить на Банке. Ну ладно, может тебе ютилийте надо? Вот тебе Ариана, вот тебе Талия. Не побеждают. Ладно, будешь сапортом? Будешь Галлиотанком. Не побеждают. Будешь сапортом Кармы? не побеждают. Да что ж такое-то, боже мой? Ты на чем-нибудь умеешь играть? Умеет, ребят. Просто и Малэйт импровует, и тут как бы уже все, ничего. Потому что он устал, да, устал, и как Борис Николаевич должен уходить уже. И отдавать место молодым. Молодым, ребят. Скайу пусть отдает место. Сейчас Гудгеймов все не поняли. Шутку. Точнее, они поняли шутку. Тут двойная шутка. Да-да-да. Скоро Кома дойдет просто до той стадии, где так, может быть, фейкер, когда сидит на лавке, мы побеждаем. Может быть. Может, ему тяньки начали давать, и он потерял концентрацию. Это весьма реальный вариант. Опа, ловит здесь у нас Гуджейм, поддамаживает его. В этот момент начали делать Самсунги на Шора, но решили спасти своего саппорта. Саппорт впитал очень много урона, но где же кто-нибудь, кто будет воевать из команды Би-Би-Кью еще. Вот он, Крэйзи, пришел. Куда он делал телепорт? Куда-то вообще не туда. Был Варт за спиной, но очень глубоко, в красном лесу, видите, там Пинк Варт, куда мог прилететь Крэйзи. И Джарван прилетел раньше, команда Би-Би-Кью в итоге потеряла игрока. Самсунги остались все вместе в живых, но они сейчас могли реально проиграть. Просто не родился еще младший фейкер. Возможно. Верните, Изи Хуна. Изи Хун сейчас в Китае играет. А так, да. Изи Хун был такой игрочок. Какая команда Кореи сейчас самая сильная, по твоему мнению? Самая сильная Самсунги. Но они еще не играли с командой Лангжу. И это будет настоящее месиво. Потому что вторая по силе, мне кажется, команда Лангжу. Третья по силе, ну, надо по статистике идти. Скорее всего, это будут КТ Ростерсы. Хотя они играют очень неуверенно. Вот все их игры, которые я так смотрел краем глаза, я не все тут стримил для вас. Они даже с BBQ не делали ван-сайт игру. Они так вот. Они вроде бы победили-то, ребят, но вот что-то где-то бегают, что-то где-то там ходят. И только потом смотришь BBQ, такой мусор вытворяют, вот как здесь на бот-лейне. Втроем пошли сражаться против пятерых и проиграли. Порт Самсунгов такой, бросайте меня на Шора, они слили, давайте. Да, кстати, возможно, правильно все сказал Курджей Джей, потому что они слили три ульты туда. Ульта Ше Мимо! Хороший был выстрел, но вообще никто да. Но выстрел был хорош. Тетива была натянута, выстрел пошел. Там пенат интит, как может, а ты на фейкера гонишь. Я гоню не на фейкера. Ты, видимо, пропустил велик три семерки, весь этот разговор. Почему мы пришли к фейкеру в итоге? Ты пропустил весь разговор начальный. Команда СКТ в самом большом своем луст-рике за всю историю сейчас находится. Девять подряд поражений. Если взять только Корею, восемь подряд поражений. Все игры они проиграли 0-2. Но еще взять на международной сцене они проиграли команде World of the Year, поэтому девять подряд поражений. Такого еще у команды СКТ не было ни разу в истории. По-моему, может быть там надо данные посмотреть. Может быть в четвертом сезоне было такое, что они девять подряд тоже проигрывали. Все это время Кома, главный тренер команды СКТ, меняет по кругу топ-лейнера и джанглера и пытается с ними как-то скомбинировать и выиграть. Не получается. Как бы он это ни комбинировал, как бы он этот пазл не собирал, он не собирается. Детальки какой-то не хватает. И вот тут-то я сделал вывод, ребят, что надо выбрать наиболее лучший сетап топ-лейнера и джанглера и попробовать одну детальку заменить фейкера. И поэтому я вот поднял вот эту тему с заменой фейкера. Есть тем более, что я мидлейнер второй у команды СКТ. И говорит сразу заранее, что вот Скай фидит. Подождите, у нас здесь один в два сражения, но прилетает Том Кенч, он, правда, здесь один. Подходит сюда еще Блесс, Том Кенч подкидывает. В этот момент у нас на бот-лейне происходит сражение, где Кюве дает подкидывание по ареннику, не попадает ульта Аши в игрока, но все равно урона хватило, килл в килл произошло. Размен, потеряли топ-лейнера у команды ББК, но убили саппорта команды Самсунг и подумывают они о том, чтобы сделать здесь Тауэр Дайв. Блесс погонял, погонял их, а они ушли. Ой, люди не умеют считать, походу. Ну, либо они не слышат то, что я говорю. Повторюсь еще раз. Есть матчи в играх, а есть игры. Матч состоит из двух игр минимум, а либо Best of 3 из трех игр. Что означает, ребят, то, что они проиграли девять игр. Но четыре матча всего лишь. Девять игр подряд, четыре матча. Ну, либо если только Корею брать, то восемь игр на четыре матча. Там, кстати, убили только что на ровном месте Гаста, я чуть не понимаю, зачем он так дурацко реколился. Его и крипы видели, и в кустах он не сидел, и команда Samsung забирает легко, непринужденно себе этого на Шора. Три воздушных, колоссальные передвижения по карте. Да, все верно, огромная, огромная скорость передвижения получала команда Samsung вне битвы, плюс 75 цифр, сейчас числятся у них, они как будто бегают под хомгардами постоянно, и... за счет этого, в общем-то, отвечая и поймали, который там нажимал рекол, ну, он нажимал неправильном месте рекол, потому что, когда вас видят и крипы, и трайбу, что ты не видишь, ну, зачем тут нажимать рекол, нажми в другом месте. Так вот, замени слово игры на карты, чтобы другие не путались, тогда будут другие еще, совсем другие будут путаться, потому что, я понимаю, да, твою мысль, карты, и игры. Согласен? Полностью с тобой согласен. Ну, у меня тоже, тяжело это где-то в голове, там, я буду называть это, ребят, не ульта Аши, а альта Уши. Альта Уши снова полетела мимо, и рулера чуть было за это не убили, но Том Кенч оказался рядом, он прилетел на своей ульте и проглотил бедную Ашу. Ну, альта Уши, надо ей уже как-то как-то прицелиться хоть раз в этой жизни, потому что вплотную даже не попадать, это уже слишком. Но это не имеет значения, ребят. Самсунги, мне кажется, тоже прекрасно понимают, что напряженности здесь в этом матче нет, они спокойно контролируют его, в первой игре легко победили, сейчас во второй игре лидируют, перекидывание идет по рулеру, но он был проглочен и выплюнет его Корт Джей Джей, погибнет Корт Джей Джей, рулер зато разогретый, поддамаживает теперь темпа Статора, и минус три игрока команды Би-Би-Кью, за одну лишь смерть Корт Джей Джей, шикарно. Так вот, по поводу карт и игр или матча, просто английские комментаторы говорят, матч Бест оф Три, и гейм, это гейм, гейм. То есть, понимаете, из-за этого все мое нутро, которое может все переводить, хоть какие-то английские слова, оно переворачивается, и я с ними прекрасно согласен, что проще говорить матч и игры. Есть матч Бест оф Три, и есть игры в этих матчах. Просто русское слово игры, оно путает немножко людей, то есть, как бы, для американцев все понятно, есть гейм, сет, матч. Знаете, да? Это из тенниса. И вот геймы, вот это вот то, что внутри происходит, это геймы сейчас. А для них это, гейм, это не как игра переводит они где-то в голове своей, а переводит как составляющую часть всего матча. А вот для нас, для русских, когда мы гейм переводим как игра, получается вот этот вот казус. Ну так вот, по поводу, там кто-то писал, что СКТ наконец-то не поедет на чемпионат мира, и если они продолжат так играть, то они действительно не поедут на чемпионат мира. Но из злобных монстров, которые остались до плей-оффа, у них осталась команда только КТ Ростерс. Африка Фрикса их победили. Дженейровцы что-то как-то провалились в концовку сезона. И скорее всего вне плей-оффа остаются, а если остаются в плей-оффе, на шестом месте будут только лишь. То есть вот Дженейровцы и КТ Ростерс это единственные сильные команды, которые могут у команды СКТ отобрать очки. Сейчас у команды СКТ наконец-то легкие игры пойдут. Тут тебе и ББК будет, тут тебе Эвер Эйт Винерс, и тут тебе и МВП. Эти три команды суммарно матчей, матчей, ребят, всего лишь выиграли семь штук. Три матча выиграла команда ББК, и по два Эвер Эйт Винерс и МВП. Гейм можно переводить как раунд, но тогда это будет олицетворение с боксом. В боксе это слово раунд используется. Я понял твою логику, но я пока останусь на своем, но буду лучше по два раза людям объяснить. Ох, какой здесь улынчик пошел, и Хару не умрет. Без Джарвана они все делают, Джарван тем временем два вейва гигантских пропушивает под Нексусовские вышки, вышка одна упала, на второй щит гигантских пакмасов переходит, и команда Самсунг заходить будет. У них нету оушенов, поэтому они все еще битые, но вот с фулка ПЗ-Туби Бики сюда возвращается, Крауну, правда, на все это наплевать. Он поддамаживает, зная, что Курджи Джей его, если что, всегда прикроет, и Курджи Джей рядом гуляет, тратит просветку, но не совсем понятно зачем, но ладно. А, Роксич, кто-то спрашивает, Роксич сейчас идут на пятом месте. Да, они еще не играли с командой СКТ, я про них забыл, согласен. Но Рокс Тайгерс, от них осталось только имя. Хорошая ульта Аши, попадает она в Татора, Татора вынужден был поставить щиток, но из-за того, что Татора оказался там, застаненным, Твич оказался в одиночестве, у него просто сделали врыв, и команда Самсунга держит легчайшую победу 2-0, именно поэтому я такие с вами игры в 11 утра и не каменчу. Кто-то спрашивает, почему Корею так редко комментирую, потому что зачастую я все абсолютно важные встречи вам показываю, а вот такие встречи стараюсь избегать. Так вот, ЛЦК, вот ЛЦК, вот они, Роксы, даже не на пятом, а на седьмом они вместе, мне кажется, что они где-то в районе пятого-шестого находятся, где-то ошибался. Рокстайгерсы на самом деле сейчас просто не команда, а только имя у них осталось, как констанция. У Д'Артаньяна только имя было. Все еще не обновили нам данные, кстати, по поводу Лангжу, что они победили. Вот. Они долго обновляют данные. Самсунги одержали победу, у них теперь 11-2, у Лангжу впереди еще одна игра на этой неделе, у СКТшников нет больше игр на этой неделе. они идут отдыхать. И следующая игра у них будет на следующей неделе против Эвер Эйт Виннерсов. И еще осталась у них игра против МВП, Би-Би-Кью, Рокстайгерс, и, если я правильно помню, Джен Эдовсов. То есть, теоретически, даже можно вот так вместе объединить. все эти команды еще не играли с СКТ, оговорим, с СКТ. И расскажи про Норд-Америку. Ну, лучше на Норд-Америке рассказать. Ну, ладно, раз ты прямо сейчас задал вопрос. Здесь вот такая структура. В плей-офф попадают вот эти команды, Cloud9 все еще находятся в плей-оффе. К плей-оффу они могут подготовиться гораздо лучше. Сейчас у них явная проблема с топ-лейнером и Сникки. Сникки не тянет эту мету. Мета, где Адекерри является главным звеном. Сникки не может перестроиться в то, что он теперь главная звезда. И ему надо агрессивные действия делать своей командой. Он по-прежнему играет в саппортах, хоть играет на Тристане тот же самый, хоть и на Колесе, но все равно играет в саппорта. Здесь у нас получается еще и проблема по топ-лейнеру с Джанглером. Контракт вообще не тянет уже карты в последнее время. Ну и топ-лейнер не могут кладно определиться, кто же будет. Но это все будем говорить уже ближе к концу сезона. Здесь у нас 18 игр. Здесь у нас тоже должно быть 18 игр. По 5 игр осталось. По сути, после следующей недели, ребят, можно уже включать эту табличку. Она у меня подготовлена. Она у меня здесь подготовлена была. Геймпедия вроде бы. Да, вот она у меня подготовлена с очками команд. Сачки команд. Вот они. В ЛЦК, видите, команды Лангжу здесь нигде нет. 90 поинтсов у команды СКТ. Они чувствуют себя великолепно. И в Саммерсплите... А, кстати, да, у них 5 команд в плей-офф проходят, а не 6. Я вот насчет этого не был уверен, 6 или 5. В ЛЦК 5 команд проходят в плей-офф, а не 6. Здесь вот есть общий рейтинг, видите, да. И есть рейтинг за прошлый сплит и за этот сплит. За этот сплит еще статистика не выдана. МВП не участвует, считайте, уже в розыгрыше. 30 очков потеряны просто так, а МВП не попадут даже в плей-офф, уже, наверное, теоретически даже не могут попасть. Давайте посмотрим, теоретически они могут. У них осталось 5 игр, это 5 побед, 7 очков, будет у них 7 очков. Нет, они уже никак не попадают. Все, МВП после победы команды Африка Фриксов над командой СКТ 100% не попадают в плей-офф. Следовательно, они даже за Гаунтлид поиграть, наверное, не смогут, потому что они не заработают даже 10 очков себе дополнительных. В ЛПЛ система, можно я это слово скажу? Я вообще не понимаю, как там в Корее, ой, в Китае все это строится, но у них система ебнутая. Ой, кашель сегодня очень странная. В общем, система заключается в том, что как бы вы плохо не играли спринг-сплит, если вы сами сплите, занимаете второе место, вы зарабатываете 300 очков. Тракториста, зовите, ребят, 300 очков. Серьезно? То есть победитель едет на чемпионат мира, второе место, по сути, едет сразу тоже на чемпионат мира, и третье место зарабатывает так много очков, что он в гаунтлете сидит и ждет своих противников. Я считаю, это нечестно. То есть нет никакого смысла смотреть первый сплит, и зрители, в общем-то, так и делают. Никто не смотрит первый сплит, всем начихать на него. И из-за этого появилась привычка у зрителей не смотреть и второй сплит, и сам сплит. Ближе только к финалу начинают все смотреть это. Китайцы, понятное дело, смотрят и дальше китайцев. Просто если взять, например, корейцев, даже сейчас есть немецкий стрим, турецкий стрим, такой же, как и я делаю рестрим, корейский. Понимаете? А китайцев что-то никто не рестримит, я вот сколько смотрю. Они свой только стрим один запускают. Ну, еще там это связано немножко с качеством картинки, она у них реально как будто из 90-х пришла. Ну, а в Европе, так же самое, как и в Америке, 6 команд в плей-офф. По 10 очков есть у H2K и Splice'ов, им надо очень хорошо в этом плей-оффе будет себя показать. Что касается в Америке, CLG отвратительно отыграли прошлый сплит. Кто не помнит, вы вылетели от команды Cloud9 в первом круге плей-оффа у них 10 очков осталось. FlyQuest'ы теоретически вроде еще борются за плей-офф, там не так сильно они отстают всего лишь на 2 очка, но тяжело. Тяжело. Вот эта команда скорее всего не попадет уже в плей-офф. Давайте сейчас посмотрим, может я ошибаюсь. По Phoenix One 3 очка, 12 игр, еще 6 игр осталось. То есть у них 9 очков может быть. Ну, теоретически сейчас они могут даже первое место еще занять, у них 9-9 будет. Но, сами понимаете, там где-то будут потеряны очки и так далее. И отставание на 3 очка довольно приличное. Phoenix'ом ночью много игр надо сейчас подряд выигрывать. Что это за система, где во всех регионах по 90 поинтсов за второе место, а в Китае 300 и 200. Эта система... Блин, горло реально болит, ребят. Вот много каменчу, вы бы на лекарство мне немножко задонатили, потому что медик у меня заканчивается. Я могу вам показать, правда, эта банка так некрасиво выглядит. как вкусный мед пахнет. Реально вкусный мед. Всем советую. Мед, всему голова. И самое главное, мед не портится, кто не знает. Мед не портится. То есть, можете купить и есть его в течение 10 лет и все будет нормально. Да, там неправильно, но нелогично. Я бы не сказал, что это неправильная система, она нелогичная. Она исключает... исключает желание зрителей, желание спонсоров вкладывать деньги в первый сплит. Какой смысл от этого, когда это ничего не дает, кроме титула того, чтобы спринг сплит победили? Охрененно. Вот. В чат кошляния прописать нельзя. Ну, ты просто неправильно пишешь. Ну, так вот, вот все. Здесь вы увидели, мы с этим будем потом подсчитывать все эти данные. Сейчас вот просто я вам показываю, как оно есть. Но это все ближе уже к концу, к концу будем сплитов рассматривать. Пока как есть, так есть. Это ЛЦК, команда СКТ на четвертом месте. В плей-офф они попадают. С плей-оффа вылететь, а не теоретически, Но для этого пять команд, пять команд, это вот так получается. То есть нужно, чтобы дженейровцы начали играть и выбили команду СКТ. Тогда СКТ не зарабатывает очков за плей-офф. Как следствие, они будут молиться на то, чтобы в гаунтлит попасть. Но я думаю, они в любом случае будут попадать в гаунтлит в этом сплите, даже если не попадают в плей-офф. 90 очков уж слишком много они заработали за первый сплит. Глянь, там нормально написаны очки. Где? Чего? Ты мне что-то скинул? Мне ничего не скинул. Куда смотреть? В личку скинь. Там парень говорит, что у меня неправильные данные. Я могу с официального сайта посмотреть, раз у меня неправильные данные. Он говорит, давайте вместе с вами на стриме, я вам покажу, как это делается. Мы все еще на Лол Еспорт, только перешли на черную сайту. На черную, потому что здесь более подробно. Находим здесь ЛПЛ, находим Абаут. Здесь сейчас будет кнопка Абаут. Об этом, типа, о чемпионате самому. Сейчас прогрузится и в нем мы попадаем на статистику. И куда нас кидают? Глобал Рус. Глобал Рус это просто правило. А где рейтинг это? Тайбрейки, две команды, лучшие команды, плей-офф формат, релагерейшн раунд. А здесь данных нету. Любопытно, ребят, но на официальном сайте lolesports.com нет данных про это. Надо тогда идти на китайский именно. А на китайский как попасть. На китайский нет выхода, как и на российский нет выхода. Но если у тебя есть линк, скинь мне его в личку сюда и мы тогда сейчас просмотрим. Он говорит, что там сейчас правила esport.wikis. Это тот же сайт, что и я пользуюсь, только я геймпеди пользуюсь. Какая разница? Ты мне официальный сайт. Не, 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 чувак, ты походу что-то не понял. Ты сейчас утверждаешь, что данные с моего сайта неверные. Данные с этого сайта почти по всем показателям верны всегда были. Геймпедия это независимый сайт, который выкладывает данные по разным чемпионатам и так далее. Если они здесь неверные, мне нужно официальное подтверждение. Официальное я могу взять только с официального сайта. А с другого подобного сайта я брать ничего не собираюсь. Ты уж извини меня. Это как поверить новостям на ленте.ру и такой ой, какая здесь новость дурацкая на ленте.ру написано. А вот на вести.ру написали вот это. Чувак. Не надо мне новостных сайтов и мне официальные данные. Официальных данных я сейчас не нашел. Поищу сам. Потом зайду я на корейский LPL сайт. На китайский LPL сайт и тогда это все найду. Ладненько, ребят. Прощаемся с вами. В 18.00 то есть уже через два с чем-то часа запускаем стрим и смотрим европейцев.